Денис Гольдман 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 согласие обумазано. Согласен, не согласен, мы распространяем израильское законодательство, и Америка это признает. Это потрясающее достижение. Сейчас впервые в нем есть условия для палестинцев, не для Израиля. Раньше нам постоянно говорили, хотите начать переговоры с палестинцами? Сделайте жесты доброй воли, освободите заключенных, убийц, заморозьте строительство в поселениях, и все это только для того, чтобы начать переговоры. А сейчас есть требования к палестинцам. Они должны прекратить выплаты террористам, отозвать иски из международного суда в Гааге, только для того, чтобы начать переговоры. А вот чтобы завершить переговоры, они должны признать Израиль еврейским государством, признать Иерусалим столицей Израиля, отменить требования возвращения беженцев, согласиться на наше обеспечение безопасности к западу от реки Иордан, все, что я говорил эти годы, и развить демократию. И мы должны утвердить вместе с США, что они выполнили все эти условия. Бывший премьер-министр Израиля Гудольмерт, о котором упомянул Нетаньяу, встретился в Нью-Йорке с Махмудом Аббасом. Абумазан не скрывает, он начал дипломатическую антифаду против Израиля. Но, по мнению аналитиков, жизнь в автономии в результате этого не улучшится, особенно на фоне санкционной войны между Иерусалимом и Рамаллой. Об экономическом кризисе в палестинской автономии не говорит только ленивый. Но власти в Рамале по-прежнему придерживаются принципа «идеология дороже денег». Чуть больше месяца назад палестинцы в одностороннем порядке запретили импорт израильской сельскохозяйственной продукции. Десятки ферм, специализировавшихся на производстве халяльного мяса, оказались на грани катастрофы. Этот бойкот очень сильно бьет по нашему бизнесу. Нам не разрешают торговать с палестинцами, и мы не можем продавать скот кому-то другому. Поэтому поголовье резко выросло, и девать животных просто некуда. На израильском рынке животноводу нужно удостоверение о кашруте. Для того, чтобы выполнить все требования равената, нужно очень много времени и денег. Да и конкуренция там без того не шуточная. Поэтому коров, которые каждый день съедают кормов на десятки тысяч шекелей, скорее всего, придется пустить под нож и утилизировать. Гай считает, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны. Я думаю, проблему создали палестинские власти. А израильские чиновники проморгали эту ситуацию и слишком поздно взялись за дело. На этой неделе новый министр сельского хозяйства Израиля Цахиан Эгбе распорядился ввести ответные санкции. Теперь и палестинская сельскопродукция застряла на пограничных КПП. Но так как доля этого рынка в автономии куда больше, чем в промышленно-развитом Израиле, удар оказался намного сильнее. Конечно, это повлияет на мой бизнес. Альтернативных рынков не существует. Что естественно, поскольку оккупанты контролируют контрольно-пропускные пункты. А наш палестинский рынок не сможет справиться с таким количеством продукции. Это значит, что будет спад в сельскохозяйственном секторе. Посевы придется сокращать, а людям искать другую работу. Но ее нет, ведь кроме сельского хозяйства здесь ничего не работает. В Ирихоне окрестных палестинских деревнях в сельском хозяйстве работает на 70% местных жителей. Некоторым счастливчикам удалось устроиться на израильские фермы. Остальным придется затянуть пояса. Объем внутреннего рынка в автономии в разы меньше, чем у соседей. Победителей в этой санкционной войне нет и быть не может. Проиграли все – фермеры, крестьяне, покупатели, продавцы и поставщики с обеих сторон границы. Разве что приговоренные к закланию коровы и бараны выиграли месяц жизни. Но это ненадолго. Фермы придется закрывать. Но пока принцип «выбью себе глаз, если у соседа выкалит оба» остается главной движущей силой в Ромале, рассчитывать на нормальные добрососедские отношения не приходится. Высший суд справедливости «Богац» решил предоставить депутату от партии «Баллет» Хиби Язбек право баллотироваться в КНЕСЭТ на выборах 2 марта. Ранее в Центральную избирательную комиссию было подано требование отстранить Хибу Язбек от участия в выборах в связи с тем, что она выражала солидарность с террористами Самиром Кунтаром и Далальму Граби, называя их героями сопротивления. Также суд разрешил избираться жене убийцы Ицха Карабина Ларисе Трембовлер. Как тот, кто многие годы командовал солдатами и вел их за собой, я однозначно заявляю, высказывания Хибы Язбек в поддержку террористов должны были привести к запрету на ее участие в выборах. Мы уважаем решение суда, которое является структурой, уполномоченной принимать решения. Но никогда не смиримся с подстрекательством и солидарностью с террористами в стенах Кнессета. В Израиле следят за развитием событий в Сирии, где в активную фазу перешло противостояние между турецкими военными и армией Асада. В провинции Идлиб турки сбили вертолет сирийской армии. Анкара уже обратилась к Тегерану и России с призывом повлиять на сирийский режим, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Турция нанесла мощные удары по позициям сирийской армии. Массированному обстрелу подверглись более ста целей. Как заявили министерство обороны Турецкой республики, это стало ответом на артиллерийский обстрел в Идлибе, в результате которого погибли не менее пяти турецких военнослужащих и еще столько же получили ранения. Президент Реджаб Тайпардаган объявил о возмездии. Сирийский режим действительно нашел проблемы, которые искал, особенно в Идлибе. Однако этого недостаточно. Это будет продолжаться, потому что чем больше будет случаев нападения на наших солдат, тем большую цену они заплатят. По данным Анкары, в результате все еще продолжающейся операции уже успешно поражено более 101 цели, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Вечером 10 февраля президент Реджаб Тайпардаган провел экстренное совещание с высшим государственным руководством и военным командованием, в ходе которого обсуждались дальнейшие действия турецких войск в сирийской провинции Идлиб. По данным турецких СМИ, на встрече было решено ответить асимметрично. После заключения сочинских соглашений в октябре 2019 года турецкая армия развернула в провинции Идлиб 12 наблюдательных пунктов, задачей которых был контроль за соблюдением договоренности о зоне деэскалации. Но когда началось наступление сирийских войск, несколько таких пунктов оказались полностью отрезанными от основных сил. Призывы эвакуировать свои войска из зоны боев Анкара отвергла. При этом глава МИД Турции Мевлю Чавушуглу призвал партнеров по астанинскому формату заставить Дамаск прекратить наступление на последний оплот оппозиции, который турецкое руководство откровенно сочувствует. Гаранты режима, Россия, а также Иран должны это прекратить. Мы встречаемся с нашими российскими собеседниками для этого. По сути, до сегодняшнего дня мы достигли очень важных результатов этим сотрудничеством. Но, к сожалению, атаки режима в Идлибе, убийство мирных жителей и нападение на наших солдат начали наносить большой ущерб этому партнерству. Мы провели встречи с партнерами из России. Еще одна встреча состоялась вчера. Также состоятся телефонные переговоры между нашим президентом и президентом Путиным. То, что звонок действительно запланирован, уже подтвердили в Кремле. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что претензии Анкары по поводу невыполнения Москвы взятых на себя обязательств по деэскалации конфликта российское руководство не принимает. В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение все-таки сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные выловки из Идлиба недопустимыми. При этом, комментируя последние столкновения, Песков прямо дал понять, что Москва недовольна тем, как себя ведут окопавшиеся в Идлибе повстанцы, которым симпатизирует Анкара. К слову, поддерживаемые Турцией сирийские боевики, действующие в районе деревни Нейраб, на востоке провинции Идлиб, заявили, что сбили вертолет сирийских ВВС. В сети уже появились кадры сгоревшей боевой машины. Оба пилота погибли. При этом доподлинно неизвестно, сбили его боевики или находящиеся в том же районе турецкие военные, продолжающие провозглашенные Эрдоганом операцию «Возмездие» в ответ на обстрел авиабазы «Тавтанас», на территории которой находился турецкий наблюдательный пункт. И в завершении выпуска о драме, которая продолжается на круизном лайнере «Даймонд Принцесс» у берегов Японии. Родственники 15 израильтян, находящихся на борту, требуют вернуть своих близких на родину. Лайнер находится на карантине из-за коронавируса с 5 февраля. «Мы не готовы участвовать в этом эксперименте», написали в совместном письме внуки и правнуки тех, кто заперт на круизном лайнере. В общей сложности там 3700 человек. На корабле около 140 инфицированных. Большинство пассажиров старше 60 лет. Судно будет находиться на карантине еще неделю. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на РТВА.